Добрый вечер! В эфире информационная программа «День». Важным событием последних дней стал визит первых лиц российского государства в Украину. Во второй половине дня президент России Борис Ельцин отбыл столицу Украины с двухдневным визитом. По прибытию в Киев состоялась официальная церемония встречи Бориса Ельцина с президентом Украины Леонидом Кучмой в Мариинском дворце. Накануне, в ходе встречи с премьер-министром, Ельцин заявил о том, что он остался удовлетворен подготовкой своего визита на Украину и подписанием Виктором Черномырдиным в Киеве документами. Эти соглашения определяют параметры раздела Черноморского флота, статус российского Черноморского флота и место его базирования на территории Украины, а также порядок выплат России, компенсацию Украине за аренду используемых объектов. Президент России отметил, что достигнутые договоренности создают основу для подписания основополагающего договора о мире и сотрудничестве между Россией и Украиной, которые намечены на субботу. Ожидается также, что главы государств поставят свои подписи под декларацией о состоянии и перспективах развития российско-украинского сотрудничества, а также примут совместные заявления к жителям Севастополя. Визит Бориса Ельцина в Киев будет освещать около 150 российских, украинских и зарубежных корреспондентов. В столице Украины создан информационный центр для освещения украинско-российских переговоров. Я надеюсь, что мы с президентом Даниловичем, с президентом Украины, который я хорошо уважаю, у нас широкое отношение, мы договоримся. Мы подпишем эти большие договоры, соглашения и разрубим тогда этот большой узел и развяжутся тогда эти средневайловые узелки для того, чтобы наши народы были бы дружно, по-братски, как и полагается, жить в празднике. А теперь обратимся к проблемам нашего города. Работы по проведению волоконно-оптического кабеля практически завершены. Итоги работы подводит председатель рабочей группы по осуществлению контроля за ходом работ на линии Анатолий Афанасьевич Полищук. Уважаемые южницы, как мы и обещали, дать дополнительную информацию, когда будут закончены работы по прокладке стекловолоконного кабеля. Вчера рабочая группа по контролю за ведением работ выехала на место ведения работ на высоковольтной линии, которая обеспечивает энергоснажением наш город. И убедилась в том, что основные работы по прокладке стекловолоконного кабеля уже выполнены. И, как вы многие вчера смогли заметить, что электроэнергия была подана даже раньше 18 часов, то есть по окончанию основных работ. Поэтому основные работы закончили, и теперь город будет обеспечиться электрической энергией по прежней схеме. Вместе с тем, значит, хотим сказать, что в выходные дни, в субботу и в воскресенье, будет подаваться горячая вода. Пока вопрос окончательно будет решен с профилактикой котельни и сетей по подготовке к новому, к работе в новых зимних условиях. Дополнительная информация, значит, будет, мы вам сообщим. А пока горячая вода будет только по субботам и воскресеньям. То есть с 6 часов утра где-то с субботы и до 6 часов утра в понедельник. Кроме того, хочу сказать, что в результате работ, когда была подготовка к прокладке стекловолоконного кабеля на наш город, было выявлено и определено, что город обеспечивается электроэнергией только по одной ветке и стала необходимость сооружения или прокладки дополнительной резервной ветки. Поэтому 4 числа в 11 часов у председателя городского совета народных депутатов Журавля Александра Михайловича состоится предварительное первое совещание по выработке решения вопросов, связанных с прокладкой дополнительной нитки электростанжения нашего города. В совещании примут участие представители энергетических служб Одесского припортового завода, порта Южной и Одесса Энерго, на котором, на этом совещании должно быть решено вопрос, как, когда, в какие сроки и за счет каких финансовых средств прокладывать резервную линию энергопередачи. И, кроме того, я думаю, что вы согласитесь, мне хотелось бы от имени городского совета народных депутатов, его исполнительного комитета, от рабочей группы, которая осуществляла контроль за прокладкой стекловолоконного кабеля, выразить слова благодарности за активную, оперативную работу группы, которая прокладывала и работала на высоковольтных опорах представителям Одесса Энерго-наладки в лице его директора Краснянского Романа Григорьевича, которые очень, до наш взгляд, оперативно справились с поставленной перед ними задачей. Исполком Южненского городского совета благодарить жителей города за проявленное понимание необходимости проведенных работ и вызванных ими бытовых неудобств. 28 мая в Горсовете состоялось собеседование с родителями и призывниками. Собеседование провели зам. председателя горосполкома Анатолий Афанасьевич Полищук, начальник ОМВД Одесской области в городе Южном Григорий Федорович Задоя и начальник военно-учетного стола Мельник Антон Мартирович. Призыв осуществляется на основании закона Украины о всеобщей воинской обязанности и военной службе, а также указа президента Украины от 13 марта 1997 года за номером 231 дробь 97 об увольнении в запас военнослужащих и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу. В настоящее время в Южном 28 человек уклоняются от призыва вооруженные силы. 28 мая приглашались некоторые из них на собеседование по исполнению требований закона Украины о всеобщей воинской обязанности. Из приглашенных присутствовали 14 призывников с родителями. Беседа показала, что 7 из них имеют действительное право на отсрочку, а попали в черный список лишь потому, что не представили вовремя необходимые документы. Остальные же каких-то объяснений об уклонении от воинской службы не предоставили. Не явились на собеседование Круг Станислав, Москаленко Игорь, Матушевский Виталий, Махновский Сергей, Мезин Александр, Паламарчук Игорь, Акуней Эдуард и Березин Василий. По закону Украины, лица, уклоняющиеся от воинской службы, привлекаются к административной и уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы. 29 мая в Городском совете народных депутатов прошло совещание по вопросу недостаточного контроля со стороны эксплуатационных хозяйственных служб города, службы газа, энергосбыта, теплосети, водоканализационного хозяйства за санитарным состоянием и благоустройством города. На совещание были приглашены Коваленко Василий Григорьевич, начальник фонда коммунального имущества, Василева Николай Иванович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, Василий Огладмитрий Петрович, главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства, Гринёв Иван Алексеевич, начальник инспекции ГАСКО, Косачёв Андрей Леонидович, начальник гражданской обороны, Кафтан Виталий Николаевич, начальник горгаза, Денов Григорий Васильевич, старший юрисконсульт горисполкома, Тишкова Валентина Васильевна, санитарно-эпидемиологическая служба и начальники участков и мастера служб. Совещание провёл председатель Городского совета народных депутатов Александр Михайлович Журавель. На совещании были обсуждены насущные проблемы города, намечены пути и методы их решения. Окончание учебного года связано с подведением итогов не только в общеобразовательных школах, но и в творческих коллективах. 23 мая прошёл открытый урок по хореографии во Дворце творчества детей и юношества «Танцоров первого года обучения». Этот открытый урок явился своеобразным подведением итогов работы хореографов за год. Глядя на сцену, зрители видели разноплановые, запоминающиеся танцы, каждый из которых — оригинальное, самобытное произведение. И трудно было поверить, что исполнены танцы ребятами, которые только в этом году начали заниматься хореографией. А сколько радости светилось в детских глазах, сколько гордости от того, что чувствовали они себя настоящими артистами, необыкновенно важными в своей роли. Ради такого праздника стоило потрудиться в течение года. Ещё один творческий отчёт прошёл в актовом зале средней школы номер 3. Один из талантливейших педагогов по классу фортепиано города Южного, Татьяна Ивановна Зайцева, провела свой творческий вечер. Ученики Татьяны Ивановны, закончившие музыкальную школу, с успехом занимаются в музыкальных учебных заведениях города Одессы. Приумножая славу своего учителя. А в этот день зрители могли насладиться игрой сегодняшних учеников Татьяны Ивановны Зайцевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как и обещали, наша программа сообщает время трансляции концерта Софии Ротару и Вячеслава Добрынина. Смотрите концерт в воскресенье в 21.10. А на этом наша программа прощается с вами. Желаю прекрасно провести вам выходные дни. До новых встреч. До свидания. В этом году Новобилярская средняя школа празднует свой 50-летний юбилей. Сегодня школа переживает не лучшие времена. А когда-то ее слава гремела не только на весь Коминтерновский район, но и за его пределами. Это и спортивные, и учебные достижения. Многие выпускники южненских школ начинали в Новобилярской средней. Для многих учителей эта школа стала родной. Ее коллектив известен до сих пор своими традициями. Вполне возможно, что выпуск 1997 года станет последним выпуском нашей родной Новобилярской школы. Поэтому приглашаем выпускников всех лет и тех, кто учился в школе. Учителей, чья педагогическая деятельность связана с ней. На вечер встречи выпускников. Начало праздника в школе в 17.30. Отправление автобусов из Южного в 17 часов. С площади Победы от Дворца культуры Дружба. Дорогие учителя и выпускники. Ваша школа не забывает вас. И вы не забудьте поздравить ее с юбилеем 31 мая этого года. Дорогие учителя и выпускники. Это опять стиральная машина. Естественное желание быть чистым. Да еще, если машина полуавтомат, она сама стирает, полощет, отжимает и сушит. Самых различных габаритов с вертикальной и горизонтальной загрузкой. Итальянцы знают, что необходимо каждой женщине не обойтись без газовой или электроплиты. Все это можно и совместить. Ваша мечта сбылась. Самые различные модификации электро- и газовых плит в наших магазинах. Эта бытовая техника приносит радость в ваш дом. Дорогие ребята, Дворец культуры «Дружба» Одесского припортового завода поздравляет всех вас с Международным днем защиты детей. Этот день празднует вся планета Земля. И мы тоже хотим пригласить вас на большое детское представление, которое состоится 1 июня 12.00. Праздник героев парад начинает. Много сюрпризов вас тут ожидает. Будут на празднике у нас приключения, схватки, погони и даже сражения. Знаете, без вашей поддержки активной может добиться победы противник. Мы ждем вас 1 июня 12.00. Дорогие ребята, Дворец культуры «Дружба» Одесского припортового завода запрошують вас на звітний концерт напередодні літа. Отже, 31 травня о 18.00 вільний вхід і малим, і дорослим у концертний зал Палацу культури. Зустрічаємо літо разом! Зустрічаємо літо разом! Зустрічаємо літо разом!